Сегодня на добрых уроках по всей стране состоялась премьера фильма «Волонтеры будущего». Это семь ярких историй о жизни молодых волонтеров из разных регионов страны. Это картина о детях и подростках, которые помогают сохранять природу, заботятся о бездомных животных, помогают людям с инвалидностью и разыскивают останки солдат Великой Отечественной. Они, получается, жертвовали своими жизнями ради наших. То есть мы должны тратить свои силы, чтобы поднять их и спокойно отправить в последний путь. Для каждого из героев фильма волонтерство – это образ жизни. Для многих учеников 8-й гимназии теперь тоже. После Олимпиады добровольческое движение в регионе уже объединяет 26 тысяч человек. Этому движению есть место каждый день. И не обязательно такие глобальные события, как Олимпиады. Буквально каждый день. И наши дети этим занимаются, и в каждой школе это есть. У нас была недавно ярмарка, буквально две недели назад. Мы собрали от всей гимназии 300 тысяч рублей. То есть у нас было выбрано три ребенка, которым мы помогли. Наверное, душа радуется, когда помогаем людям. Потому что если люди не будут помогать друг другу, то о каком мире может идти речь. Фильм «Волонтеры будущего» школьники обсудили с Александром Мясниковым. Он московский врач. А еще много лет на одном из федеральных каналов ведет программу, которая называется «О самом главном». Это ежедневное шоу о здоровье. А сегодня со школьниками Мясников говорил о неравнодушии. О том, что каждый может и должен стремиться к жизни, наполненной желанием помогать. Они молодые, из них можно лепить сейчас все, что угодно. Если им правильно сказать, правильно зажечь, потому что мы все же внутри нормальные, хорошие люди. Просто это надо побудить, это надо разбудить. И вот если мы сможем это разбудить, а дальше это будет как заразная болезнь. Добро точно так же заразно, как и все остальное. Так что дай бог их заразить этим. Добром на добрых уроках сегодня заразили в 11 школах Сочи. Там занятия провели известные политики, государственные деятели и спортсмены. А вообще всероссийская акция сегодня объединила больше 10 тысяч школ по всей стране. И возможно, после таких занятий армия волонтеров в России станет еще больше. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.